Прежде всего, я благодарю вас от своего имени и от имени руководителей христианских церквей в Дамаске. Я передаю вам благодарность вашей стране, я передаю вам чувство любви сирийского народа к вашему великому государству, а также передаю вам те чувства, или хотел бы вам рассказать о тех чувствах боли, которую испытывает население нашей страны, как христиане, так и мусульмане. И мы имеем сейчас счастливую возможность встретиться с представителями вашего народа. И мы уже о многом рассказал мой брат Исаак Барракат. И я хотел бы поблагодарить вас за ту помощь, которую, оказывается, Сирии. Мы испытываем большие трудности с доставкой этой помощи. И в Ливан, например, легче помощь доставить, чем к нам в Сирию. Сейчас мы действительно нуждаемся в очень большой помощи и в продовольствии, и в лекарствах. Есть разные организации, международные организации, которые собирают помощь для нас, но нам очень трудно эту помощь подчас бывает доставить тем, кто в ней нуждается. И мы... Вот эта боль, которая постигла Сирия, она охватила и нас, и христиан. Множество церквей, школ, больниц разрушена. И каждый гражданин Сирии испытал на себе эти трудности. И у каждого сирийца свой кризис в своем доме. И почти в каждой семье есть какое-то горе. Либо кто-то похищен, либо разрушен дом, либо семья пострадала. Кризис охвачен и не только христиане. Самые разные представители сирийского населения, из разных представителей разных церквей, разных общин, они вынуждены покидать свои дома. Мы в течение долгих лет, сотен лет жили в мире, и мы никогда не знали таких проблем, которые мы наблюдаем сегодня. Мы жили в мире в любви. Мы были полностью свободны, и мусульмане строили мечеть, и христиане строили свои церкви. И никто не думал о таких проблемах, проблемах взаимоотношений между разными конфессиями. Сейчас появился даже вот этот новый язык, новые какие-то слова, противоборство между конфликтами, кризисами в отношениях между церквями и мечетями. Существуют представители определенных организаций, государств, возможно, которые имеют определенные интересы, планы, и они целенаправленно сеют вот эту рознь, они сеют разрушение, войну в нашей стране, исходя из интересов. И в результате этой деятельности они пытаются всячески использовать наш народ для того, чтобы добиться реализации своих интересов. Но в результате этой деятельности очень многие люди гибнут, как вы знаете, цифры назывались. И все это приносит горе всем нам. И каждый человек понимает, что его соседи, его друзья терпят горе, и это становится его горем. И Библия учит нас быть братьями по отношению друг к другу и не различать при этом, какому течению какой церкви принадлежит тот или иной человек. Мы хотели бы, чтобы дружественные государства, которые несут добрую волю, чтобы они помогли нам наладить диалог, чтобы они помогли нам противостоять злу. Мы верим, что диалог – это самое лучшее средство для достижения мира. И все противоборствующие стороны должны сесть за стол переговоров для того, чтобы договориться о том, как построить жизнь заново в нашей стране. И мы надеемся, что конференция «Женева-2» будет способствовать восстановлению мира в Сирии. Мы призываем различные организации в России, общественные организации, поддержать идею созыва этой конференции. И Россия всегда несла идеи мира и поддерживала нас. И наши сердца открыты, мы стремимся сеять любовь и добрую миссию против убийства, против преступлений, против варварства. Вот в такой ситуации мы живем. И мы верим, что мы придем к решению, которое будет в интересах всего сирийского народа. У нас множество людей пострадало, многие люди выехали за пределы Сирии, были вынуждены выехать. Я надеюсь, что они вернутся в Сирию. Я люблю Сирию, и эти люди тоже любят Сирию. Они несут в себе нашу древнюю культуру, и мы должны сохранить ее. Они являются плоть от плоти частью Сирии. Все они, каким бы конфессиям они не принадлежали. Это наша общая родина, и мы нуждаемся в том, чтобы она была восстановлена. Сегодня мы проливаем нашу кровь за родину. Мы не хотим уезжать, мы не хотим покидать нашу родину. Мы не хотим, чтобы в Сирии повторилось то, что произошло в Ираке, откуда уехало более полутора миллионов христиан. Сегодня похожие события происходят и в Египте, где христиане подвергаются репрессиям. Мы не хотим этого. Мы не хотим, чтобы у нас была гражданская война, как в Ливане, долгие годы. Мы не хотим, чтобы Сирия вся превратилась только в музей из-за развалин. Мы хотим, чтобы это была живая страна. Мы хотим, чтобы эта страна восстановила свое достоинство, чтобы там была восстановлена любовь. Я благодарю вас всех, и я желаю, чтобы были достигнуты решения, которые будут на благо нашей страны, нашего народа, чтобы вы смогли приехать в Сирию.